Вот так в тесноте, но с особой атмосферой ехали сегодня пассажиры-единицы. По традиции победный трамвай на конечной остановке встречают школьники. Ребята инсценируют встречу с бойцами, которые возвращаются домой с фронта. Трамвай будто поезд, остановка заменила перрон. Он приедет, а мы будем все радостно петь «Катюшу», а трамвай будет тресаться от их танцев. Мы пришли, чтобы праздновать 9 мая, но оно будет в четверг, и мы ждем трамвай победы. Встречи с вагончиком победы готовились. В руках транспаранты благодарности на головах пилотки и веют советский флаг и цветы. Томительные минуты ожидания, и вот наконец на рельсах виднеется долгожданный состав. Опознать его несложно, вагонь тематически украшен. Младшеклассники поют военные песни, педагоги аплодируют и поддерживают. Школьники, современные дети, современная молодежь пропускают через себя те эмоции, которые, возможно, ощущали наши прадеды, когда возвращались домой с победой. И именно такие мероприятия позволяют не просто через рассказ, пересказ каких-то событий, а вот именно погрузиться детям в те эмоции, ощущения. Пляски под аккордеон, задорные частушки и военные песни. Знаменитые «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста» и, конечно же, «День Победы». Вагончик Победы курсировал по улицам Барнаула уже пятый год подряд. За это время на нем успела проехать и окунуться в атмосферу Победы больше тысячи горожан. Мария Костылева. День с толком.